Субтитры создавал DimaTorzok Почему именно Бетховен? Все знают, что в прошлом году весь мир, культурный мир праздновал юбилей Бетховена. И мы решили запустить так называемый марафон, сыграть все сонаты для скрипки и фортепиано. В программе прозвучали вторая, четвертая и шестая сонаты Бетховена. Они были написаны в самом начале творческого пути композитора. Бетховен посвятил творение наставнику Антонио Сальери и своим почетным покровителям. Вы знаете, я все больше и больше влюбляюсь в эту музыку. И я очень благодарна своему брату, потому что это была его инициатива. Он очень хотел, чтобы мы сыграли. И я испытываю различные эмоции, но хочу сказать, что я как-то вот вхожу во вкус, можно сказать, во время работы. И вообще мне очень нравится. Это я получаю удовольствие. Третий вечер, посвященный Бетховену, известный скрипач планирует провести в апреле. Так до конца года вниманию публике будут представлены все 10 сонат-композитора. Напомним, первый вечер, посвященный Бетховену, Багдад Абельханов провел в октябре прошлого года. В новом здании музея первого президента Республики Казахстан Гельбасы состоялась презентация каталога и торжественное открытие персональной выставки Камиля Мулашева. В экспозицию вошли около 30 работ, созданных в период с 1974 по 2017 годы. Полотна известного живописца, заслуженного деятеля Казахстана, разные по жанру, стилю и настроению. Они позволяют увидеть всю многогранность дарования художника. Женские образы у меня один из главных, для меня вдохновляет из самого молодости женские образы. А вот исторические образы, как Акан-Сара, Суимбеке, Хапшак-Кызы и вот аура нежности в таких картинах, я полностью... В основном это образ традиции культуры народа, менталитет, ее нежности, красоты, внутренние чувства. В таком контексте я представляю. Для поклонников творчества Камиля Мулашева состоялась и автограф-сессия. Посетители смогли пообщаться с мастером и увидеть каталог, в котором опубликовано около 800 картин. Работы Камиля Мулашева выставлялись в Третьяковской галерее, в салоне Гран-Пале и Государственном музее искусств имени Костеева. Его картины находятся в частных коллекциях в Лихтенштейне, США, Канаде, России, Турции и Японии. Произведения художника считаются и гордостью музейного собрания библиотеки Эльбасы. Эрмитаж провел на своем официальном YouTube-канале эфир, посвященный 235-летию со дня рождения архитектора Агюста Монферрана. Имя Монферрана прежде всего ассоциируется с таким значительным памятником, как Исаакиевский собор. Современный облик дворцовой площади невозможно представить без Александровской колонны, автором проекта которой также является этот великий архитектор. Монферран перестроил и декорировал около 20 парадных залов в Зимнем дворце. Их первоначальное оформление погибло в пожаре 1837 года. Поэтому о работах Монферрана можно судить по сохранившимся планам и чертежам. Эфир прошел в отделении рисунков Эрмитажа. Он открыл зрителям графическое наследие Монферрана. А сейчас мы расскажем вам о событиях ближайших дней. 20 февраля пространство «Трансформа» проведет показ спектакля «Вавилонская башня». В этот же день, 20 февраля, трупа Тюза в Тимиртау дас драму просто удивительная дура. Продолжение следует...